Добрый день. Здравствуйте, доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Мы продолжаем наш курс «Коммуникативные навыки». И сегодня тема «Социальная дистанция», скажем так, можно назвать. Тема очень актуальная. Данный термин был введен социологом Георгом Зиммелем. Социальная дистанция характеризует положение социальных групп, степень их взаимосвязи, скажем так. Социальная дистанция отражает различные экономические, политические, этнические, национальные и многие другие разницы между людьми. Как вы видите вообще, в чем будущее или сохранится эта социальная дистанция? Или она будет сокращаться, или она будет наоборот расширяться? Вот ваше видение. Ну, согласно Кабале, социальная дистанция будет сокращаться. Мы будем чувствовать необходимость в сближении, потому что именно в сближении, от сближения будет зависеть комфортность нашей жизни, будет зависеть безопасность, здоровье, предотвращение всевозможных эпидемий, проблем, от проблем с детьми, с семьей и так далее, и до великих, больших проблем глобальных, экологических и так далее. Поэтому, несомненно, в этом будут изменения к лучшему. То есть она будет сокращаться, эта социальная дистанция? Да. Да, мы и сейчас находимся в каком-то движении к этому. Мир все равно становится маленьким. Но это еще не та дистанция, которую мы хотим. Но все равно она уже позволяет людям быть ближе друг к другу, понять друг друга, познакомиться с другими народами, обычаями, землями и так далее. Человек поднимается над собой. Многие из нас живут в перелетах, в самолетах и так далее. То есть дистанция, она физически сокращается, тем более с интернетом и со всеми этими средствами массовой информации. Но самое главное, что мы постепенно-постепенно все-таки понимаем друг друга лучше, больше. Даже если не сближаемся, то, по крайней мере, видим, что есть люди противоположные нам и так далее. Даже ненависть нуждается в понимании ненавистника или ненавидящего. Вы знаете, еще в прошлом веке, в середине прошлого века антропологи, они ввели такое понятие контактных и неконтактных культур. То есть есть культуры, допустим, в Азии или Южной Европе, если мы берем, или, допустим, Северная Европа. Есть, которые намного ближе к тактильным таким взаимодействиям. Есть, которые более холодные и дальше. Допустим, такой интересный нашел пример, что пара, сидящая за столиком в ресторане в Париже, кто-то там подсчитал, ученые, что за час они совершают 110 взаимных прикосновений. А, допустим, в Лондоне ни одного. К примеру, так. Вполне возможно. В чем корень такого вот явления? И означает ли это близость между людьми, между народами, что есть какие-то народы, которые ближе к этому объединению? Есть, которые дальше или нет? Нет, я бы не сказал, что это сигнализирует нам точно о близости людей, но все-таки это говорит об их характере, об их национальном характере, народном характере, воспитании и так далее. Зависит очень много от среды, в которой воспитывался человек, но все равно, несомненно, мы видим на людях, которые переезжают с места на место и живут уже по несколько поколений, даже в другом месте, все равно видно по ним, насколько они другие, вот, по сравнению с местными жителями. То есть вот эти все данные, которые у нас существуют от самой природы, то есть естественные данные, они никак не влияют на ту степень единства, о которой вы говорите? То есть у каждого, все равно каждый должен будет приложить какую-то свою... О, несомненно, несомненно. Каждый должен будет приложить какую-то... Усилия, да, работу. Над своим эгоизмом. Да, 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 естественно. И это не зависит... Только над эгоизмом, над привычками, над всем, для того, чтобы быть ближе к другим. И тут дело в том, что если кто-то к тебе прикасается раз в час, когда он разговаривает с тобой, а кто-то держит тебя за руку, за рукав и разговаривает с тобой, то это еще ничего не значит. Мне же надо принять во внимание особенности этого человека, как он воспитан, в какой среде и так далее. Так что тут это все очень непросто. Ну это важный момент, да, то, что мы сейчас застряли. То есть черты характера человека, культура, в которой он вырос, хотя она, мы видим, различная, есть, которые ближе к объединению, дальше, это не играет роли о той близости, о которой мы говорим. А вот скажите еще раз, о какой близости вы говорите? Я говорю о близости, когда люди чувствуют, что они чувствуют одинаково. Чувствуют одинаково. Самое главное – это быть в общем сердце. Так вот просто, чувствуют одинаково? Да, чувствуют одинаково. Может быть, каждый прилагает другие усилия, и эти усилия мы не можем сравнить между собой. Это уже проблема более высшего порядка. По отношению к чему чувствуют одинаково? По отношению к тому, где они находятся между собой. В чем они находятся? Они находятся в общем каком-то желании, устремлении, состоянии. Как они определяют его? Что они делают вообще с ним? Для чего они находятся вместе? Какова цель их объединения? Это все должно быть им ясно. И насколько они могут быть ближе друг к другу в выяснении этой цели, в этом мы должны найти результат их встречи, объединения, соединения и так далее. Вопрос от ученого. Вселенная началась с сингулярности. То есть это состояние, в котором вся материя, энергия были сжаты в одну точку. После этого она все время расширяется. И мы также наблюдаем, как люди на планете Земля постоянно тоже расходятся по разным уголкам. И сегодня практически нет места на Земле, где бы не было людей. И внутренне мы тоже постоянно отдаляемся друг от друга. Мы это называем ростом эгоизма, нарциссизма. Мы это видим. Эгоцентрическое мышление постоянно растет. Неважно, это проявляется, понятно, в нашем мире в разных ситуациях. Вопрос такой. То есть к какой ситуации мы должны прийти и достигли ли мы уже конечной точки вот этой вот социальной дистанции? Или еще мы будем продолжать отдаляться один к другому, прежде чем начнем обратно объединяться? Какая тенденция у природы вообще? Нет. Тенденция у природы к абсолютному объединению людей между собой. Природа будет заставлять нас все время быть все равно ближе друг к другу, как бы мы не хотели отдалиться нашим эгоизмом друг от друга. А природа будет нас наоборот сталкивать, давить, вынуждать, чтобы мы приближались друг к другу. Пока мы не поймем, что это движение друг к другу, оно должно быть сердечным. То есть, получается, здесь две такие тенденции. Одна тенденция – это мы, естественно, та же природа, в нас взращивает этот эгоизм, и мы отдаляемся, мы становимся отдаленными. У вас сейчас была передача как раз о семье, как дети отдаляются от родителей и так далее, и так далее. С другой стороны, та же природа толкает нас к объединению. Получается, одна и та же природа, у нее как бы две силы. Так ведь? Да, естественно. Есть эгоистическая сила, которая находится в основе нашего мира. Есть альтруистическая сила, сила притяжения, любви, отдачи взаимной, которая находится в основе духовного мира. И две эти силы, они, в общем-то, особенно в наше время, проявляются в нас во все большей мере. То есть, это неплохо, нехорошо, это естественный процесс. Есть источники, из него исходят две силы, и эти две силы нас развивают. Да. То есть? Ну, что значит, что это нехорошо и неплохо? Это хорошо, если мы понимаем, к чему это все нас ведет, и начинаем идти вместе с природой. В таком случае мы не ощущаем противоречия, мы не ощущаем проблем, ударов судьбы. А если мы не желаем этого, поступаем только в соответствии с нашей эгоистической силой, то тогда у нас возникает много проблем, войны, всевозможные проблемы с вирусами, как сейчас. То есть, я не могу сказать, что меня так создала природа, и вот я такой эгоист, да, вот так написано, так Рав Лайтман сказал, и все, и поэтому… Это не поможет. То есть, я должен учитывать еще и эту положительную силу? Да. Ну, в принципе, это сегодня существует уже в науке, естественный отбор и коэволюция, они существуют вместе. Если раньше думали только естественный отбор, то сейчас все больше и больше дают значение именно вот этой альтруистической силе. Значит, более практически сейчас разберем. Есть разные виды дистанции. Есть интимная зона, так определили ее, где-то от 15 до 45 сантиметров. Это разрешается проникать в нее только самым близким людям, детям, понятно, дети, родители. Дальше личная зона, это где-то 45 до 20, до 120 сантиметров. Это используется при обыденном общении со знакомыми людьми, такая дистанция. Далее социальная зона, это где-то до 4 метров. На таком расстоянии мы общаемся на работе с посторонними людьми, то есть не даем им приближаться больше, чем метр двадцать. И есть общественная зона, лекции, когда мы даем и так далее, это более 4 метров. Нарушение интимной зоны тем или иным человеком осуществляется по разным причинам. Теперь, позволительно ли в учебном процессе, мы уже говорим сейчас про учебный процесс, наш курс построен на семинарах, нарушать интимную зону, то есть садиться близко на семинаре, петь песни в обнимку и так далее. У нас это существовало. Смотря о чём семинар, какова его цель. Ну, люди у нас на курсе, они обучаются вот всем этим вещам. Если они обучаются интегральному взаимодействию, сближению между собой, то постепенно, постепенно, постепенно в той мере, в которой они получают теоретический материал, они должны его как-то и практически реализовывать, очевидно. И поэтому, естественно, есть и практические занятия. Когда мы сидим более близко друг к другу, мы можем рассказывать друг другу о более интимных процессах, которые переживаем, мы можем, ну, взяться за руки, мы можем танцевать, мы можем выпивать, закусывать вместе. То есть все, использовать все виды человеческого общения. Да, это понятно. Я, допустим, как инструктор, я, допустим, понимаю, что это не сразу должно быть, а, допустим, я вижу там, ну, через два-три месяца занятий, объяснений. Это возможно. Но надо всё-таки учитывать индивидуальные особенности человека. Всё равно есть люди, которые быстрее продвигаются, как мы говорили, относятся к разным культурам, характер человека. Есть, которые тяжело все это... Это уже зависит от... Да. И вот здесь вопрос. Нужно ли спрашивать разрешение, или это само собой наладится? То есть я должен, допустим, кто-то, кому-то это будет дико казаться, кто-то противится. Нет, но ты же находишься со своими учениками не первый раз после каких-то нескольких занятий. Ты уже видишь, с кем можно продолжать сближение, с кем нет. Нет, кому надо больше объяснить, кому надо привести какие-то примеры и так далее. Ну, надо ли включать, ну, я имею в виду силу, это там, общественное мнение, там, как-то, или всё-таки ждать, пока человек сам захочет? Нет, не общественное мнение, а мнение группы. Ну, да, мнение группы, что вот ты такой, давай, там, давление надо оказывать на такого человека? Нет, но давление, оно и так будет. Оно и так будет, группа будет своим общим мнением давить на каждого, и вследствие этого все постепенно, более или менее, будут приходить к какому-то общему знаменателю, общему состоянию, общему мнению. Такова природа группы, когда люди работают, изучают, вместе общаются. То есть методика, надо поднимать важность той цели, к которой мы идём, и она, эта важность, уже будет как-то влиять на человека? Она сработает. Да. В принципе, напрямую влиять на эгоизм человека, это всегда чревато… Нет, нет, только не давлением. Только не давлением. Во время пандемии мы все стали участниками эксперимента по проживанию в условиях тактильной изоляции. Исключение тела как основного коммуникатора с другими людьми как повлияет на дальнейшее развитие человека? Мы входим всё равно в состояние, когда мы не очень-то коммуникацируем через телесные какие-то контакты. С того, что я еду в метро, давлюсь в давке внутри своей машины или ещё что-то происходит, а практически контактов между нами очень мало. Все контакты, они через компьютер. И поэтому я не думаю, что пандемия здесь очень многое сделает в сближении людей между собой. Нельзя проводить такой эксперимент по сравнению того, что было, с тем, что будет или сейчас находится, потому что мы находимся в разных условиях. К экспериментам обычно задаётся как? Есть определённые условия, алиф, одни. Есть определённые условия, другие. И ты можешь их сравнивать. Но когда ты их сравниваешь, ты должен заморозить те-то, те-то, те-то какие-то условия с одного состояния и сравнивать их с другим. А здесь мы находимся в состоянии, когда мы просто не можем сопоставить то, что есть, и то, что было. И то, что будет, тем более. Мы ещё не закончили этот процесс. Поэтому все наши выводы, они очень-очень такие воздушные, неуверенные. Если ты спросишь меня как каббалиста, я могу сказать, что да, действительно, люди ощущают себя в большем контакте, чем раньше. Ты можешь спросить, как это в большем контакте, если они сидят изолированы по своим домам? Они переживают одни и те же состояния. Их изолировали от всех бывших состояний, приказали сидеть дома, и поэтому они переживают одни и те же состояния, и поэтому они стали чувственно ближе друг к другу. Они могут понять друг друга больше. Я говорю о людях, я не говорю там политики какие-то там. То есть вы говорите, у нас какие-то сейчас общие переживания есть. То есть я могу сегодня понять какого-то японца, который сидит в карантине дома месяц, и там у него с бизнесом проблемы, потому что его лавочка закрыта, и кто-то там, который сидит где-то в Англии в том же состоянии, да? Ну, может быть, в чём-то так. Я не это имел в виду. Я имел в виду в пределах одного государства, одного народа. Но опять же, всё-таки вопрос. То есть вы считаете, вы уже можете сделать такой вывод, что вот этот аватар, через который я с вами общаюсь, вот этот коммуникатор, вы считаете, что он не будет нам помехой в дальнейшем? То есть если мы так и будем продолжать... Вот я вас там не видел уже несколько месяцев. Мы вот так вот и общаемся через телевизор. Нам это не мешает. Мы можем с тобой встретиться, и ты увидишь, через пару минут нам не о чем будет говорить. Даже не пару минут. О чём? Что мы можем рассказать друг другу такого, через что ты не прошёл, и через что я не прошёл? Мы все сидели в одних и тех же условиях. И поэтому ничего тут другого быть не может. Так что, можно сделать такой вывод, что... То есть есть... Пандемия азота, она сближает нас. Если мы берём вообще так посмотреть на всю эволюцию человечества, сколько там развивалось, там, миллионов лет человек уже существует в этом теле, и всё, сейчас всё прекращается, то есть сейчас мы входим в какой-то новый этап развития, где тело уже не играет никакой роли для коммуникации? Не то, что не играет никакой роли, но она уже не является... Перемещение тела с места в место уже давно перестало вообще играть какую-то роль. Я сажусь в самолёт, я лечу куда-то, я всё равно нахожусь в контакте с моей работой, с моей семьёй и так далее. Это понятно, что уже давно всё не так работает, как раньше. Да. Это когда, как первый пистолет всех уравнял, когда придумали оружие, так и здесь. Интернет, он как бы всех сейчас уравнял. Точно, абсолютно. Вы говорите, что единство между людьми – это лекарство от вирусов. Но мы видим, что наоборот, лекарство – это сохранение дистанции, карантин. Объясните. Карантин – это не лечение от вируса. Лечение от вируса – это, наоборот, сердечное сближение между людьми. Когда мы не даём вирусу поселиться между нами, между нашими чувствами, между нашими отношениями друг к другу, когда мы стремимся быть как один человек в одном сердце, тогда нет вирусу между нами места. Но пока мы находимся в состоянии переходном. И вот эти переходные состояния, они нас учат. Что хорошо, что плохо. Согласен ты, не согласен. Что будет для тебя, если ты так поступишь или по-другому. И тут мы ещё не можем сделать правильных выводов. Но несомненно, что уже в ближайшее время человечество начнёт понимать, что личные, правильные взаимоотношения между людьми, они оздоравливают общество. Вообще, очень интересно. Я хочу к вам обратиться как к кабалисту. Вот именно в следующем вопросе. Есть три вещи, которые очень, ну как бы символы такие в кабале, которые очень важны. Первое – это руки, рот и дистанция. И вот мы как раз видим, что вот этот вирус, если мы посмотрим, надо мыть руки, да, руки – это желание получать, надо маску обязательно носить, чтобы не распространять разные гадости, которые мы говорим один другому. Ну и, естественно, дистанция, да, это сокращение. Есть ли какая-то связь? Это действительно существует какая-то связь? Или так случайно совпало? Нет, просто мы начинаем исправлять своё отношение друг к другу. По неволе, через всевозможные вот такие вот, к сожалению, не очень приятные состояния. И поэтому мы будем проходить такие состояния, которые нас будут потихоньку, методически обучать, обучать правильному взаимодействию между нами. Что постепенно, постепенно человечество будет видеть. Я надеюсь, что постепенно. Я не думаю, не хотел бы видеть это как удары судьбы через войны, через всевозможные катастрофы. Но это тоже возможно. Будем надеяться, что нет, что вирус у нас будет, не только вирус, вообще вся природа будет нас учить, как правильно между собой взаимодействовать и как мы можем сближаться вопреки нашим характерам, нашей природе, которая вызывает в нас отторжение, эгоистическое отторжение друг от друга. Можно сказать, что это как бы природа нас обучает, нас такими вот признаками. То есть я должен мыть руки, очищать, то есть не получать ради себя больше, чем полагается от общества. Я не должен там засловить и так далее, и так далее. Поэтому у нас есть сейчас эти маски на нас постоянные, тяжело говорить, дышать. И третье, это, естественно, самое первое, скажем так, это первым делом дистанцию соблюдать. И мы видим, что сейчас меньше преступлений и так далее, всего это. То есть в принципе это я могу взять как какие-то такие символы, признаки начала исправления? Нет. Начало исправления начинается не с этого. Это действие природы. Поэтому нельзя назвать это исправлением. А исправление начинается со знания нашего эгоизма и его исправления. Именно над эгоизмом мы еще не начали работать. Но я надеюсь, что в ближайшее время уже мы очень пытаемся объяснять это. Люди начнут понимать, что вообще вся проблема – это только в нашем эгоизме. То есть в принципе это, вы говорите, что исправление начинается со сознания. То, что сейчас я мою руки и там ношу маску – это как бы факты, которые меня поставили перед такой ситуацией. Делаешь ради себя. А когда ты это будешь делать ради других, выше своего эгоизма, тогда и начнется исправление. То есть я ношу маску для того, чтобы не заразить другого. Я мою руки не для того, чтобы там, не дай бог, у меня какие-то бактерии были, а чтобы через эти бактерии, через эти руки свои других не… Понятно. Психологи утверждают, что длительная социальная изоляция повышает риск смерти на 29%. Предположительно, это связано с тем, что социальные контакты могут сдерживать негативные последствия стресса. Онлайн-форматы – это лучше, чем ничего, но полностью живой контакт ими не заменить. Так говорят психологи. Как Вы считаете, виртуальные связи могут полностью заменить физические контакты без последствий для здоровья? Нет. Не могут. Я думаю, что всё-таки человек создан общественным существом. Он должен общаться с другими, он должен чувствовать себя в компании, в группе, в обществе, в семье и так далее. Вот ещё одна проблема, что из-за невозможности ходить на спортивные мероприятия, концерты, где есть коллективное возбуждение. Вы помните, да, что такое футбол, допустим, что там происходит, эти все массовые переживания. Вы считаете, что это может как-то заменить… Что-то может заменить, допустим, совместный просмотр кинофильма или присутствие на футбольном матче? Что может заменить вот такие общие чувства, которые были и которые сейчас уже почти год мы не ощущаем? Я думаю, что природа это делает специально для того, чтобы мы начали оценивать наше сближение не эгоистически, а альтруистически. Чтобы я ходил на такие мероприятия для того, чтобы доставить удовольствие другим. И в этом было бы моё удовольствие. А, то есть они не исчезнут, они вернутся, эти мероприятия, но только изменится намерение, с каким я иду на футбол. То есть я иду на футбол для того, чтобы… Радовать других, и поэтому мне радостно. И футболисты тоже будут играть, чтобы порадовать зрителей. Да. Да, это, конечно, высший пилотаж. И только в такой ситуации вернутся все эти мероприятия. Да. То есть, в принципе, ничего не изменится, не будут какие-то новые мероприятия. Будут те же, но с другим намерением. Будут люди идти. Сокращение дистанции характеризуют следующие черты. Это радость, постоянный диалог, единение, настрой друг на друга, отказ от всякого манипулятивного контроля и стремление к превосходству над человеком. Это сокращение дистанции. Однако чрезмерная выраженность описываемой мотивации, навязчивая, дружелюбная такая любовь, приводит к дисгармонии, неудовлетворенности и усталости. Что Вы посоветуете? Как все-таки соблюдать дистанции и не преувеличивать ее? Это все должно быть в соответствии с чувствами людей. Поэтому здесь ничего нельзя сказать. В той мере, в которой люди будут чувствовать себя комфортно друг с другом, они будут сближаться. И в соответствии с этим будут регулировать расстояние между ними. В разных странах, такой вопрос интересный, люди по-разному определяют и защищают границы личного пространства. Есть большая разница между Россией, Европой, Азией. Также есть разница между мужчинами и женщинами. Первые намного сильнее и острее ощущают нарушение дистанции, особенно мужчины. Все эти явления нужно ли учитывать на наших курсах, встречах, конгрессах? Вот такой вот вопрос. Не знаю. У нас очень разный контингент людей, и поэтому надо это учитывать. Но так, чтобы было комфортно всем. Хорошо. Как Вы считаете, должен ли человек оставаться наедине с собой, делать что-то только для себя? Сколько времени и чем заниматься, о чем думать? Мы не можем регламентировать такие вещи, потому что они сугубо индивидуальны. Вообще все очень индивидуально. Поэтому мы должны просто обучать человека правильному отношению к цели природы, к тому состоянию, которое он должен достичь. И в соответствии с этим он уже выберет для себя ту или иную ступеньку в поведении, в общественном поведении. Мы уже с Вами говорили, что существует эта интимная зона, которую нельзя пересекать. Она позволяется только самым любимым людям. Вообще Вы считаете, что людям для коммуникации, допустим, на наших курсах необходимо знать вот эту информацию, что это зависит от культуры человека, от его характера. То есть я должен знать эти все вещи для того, чтобы лучше контактировать? Или же мне не обязательно знать? Должны все люди знать, понимать, ощущать, исследовать себя и окружающих, для того, чтобы мы в итоге соединились в одно общее целое. Скажите, а в духовном пространстве смываются границы между людьми или всё равно есть? Абсолютно. Абсолютно? То есть нет никакого пространства? Нет никакого личного пространства. Наоборот, стремимся его уничтожить, чтобы были все сердца в одном сердце. То есть действительно так получается, что духовное пространство, оно находится как одна точка, как из одной точки всё произошло? Да. Тяжело себе представить, что там происходит, когда нет у тебя своего личного, ничего. Что даже пять минут ты не можешь побыть самим собой. Тебе не надо этого? Не надо. Наоборот, ты не хочешь отрываться от общего. Последний вопрос. Все мы знаем, что существует дистанция между начальником и подчинённым, учителем и учеником. Должна ли быть дистанция между преподавателем на нашем курсе и учениками, которых он объединяет? Да. Их интегральных курсов. Должна быть для того, чтобы дать ученикам возможность варьировать и определять дистанцию между собой и между ними и учителем. Учитель не должен в это вмешиваться. Из того, что он преподает, задает задания, всевозможные практические и так далее, он приводит их к состоянию, к максимальному сближению, но ни в коем случае не силовому, не указаниям. То есть когда передо мной сидят какая-то группа людей, которых, допустим, безработные, и они сейчас пришли к нам на курс, где мы им объясняем все эти вещи, то должна все-таки сохраняться дистанция между мной как интегратором, коммуникатором, как руководителем этой группы и между ними, да? Конечно. Конечно. Несомненно. Иначе они перестанут слышать. То есть это как в спорте, как везде, да? У них это будет насилие. Они не захотят быть в этой группе. Блиц. То есть несколько коротких вопросов, личных вам и короткие ответы. Для вас важно личное пространство и его границы? Конечно. Как не позволять людям пересекать твое личное пространство? Я показывал, что на каком-то месте кончаются наши общие интересы. Сколько времени вы можете быть один без контакта с людьми? Бесконечно. Открывает ли каббалист доступ в свое личное пространство, создавая статьи, книги и другие материалы? Личное пространство, оно личное. Описывая все это в своих печатных работах или выступая, как сейчас, допустим, я раскрываю себя. Но это ни в коем случае не мое личное пространство. Личное, оно очень личное. Там, где только я и Творец. То есть так вы определяете личное пространство. Это я и Бог. Да. Почему у людей есть потребность прикасаться к другим, нарушать чужое личное пространство? В чем корень этого? Они хотят сближения, хотят передать свои эмоции. Хотя это, конечно, не всегда благожелательно встречается с собеседником. Как относиться к человеку, который очень остро реагирует на нарушение личного пространства, к примеру, против каких-то приветственных объятий? Надо поставить какой-то барьер между тобой и им, чтобы не нарушать это пространство. Потому что для тебя оно может быть даже меньше, чем прикосновения. А для него уже приближение к нему на метр – это уже все. Ты вошел в его зону. За какой поступок вы бы никогда не захотели быть рядом с другим человеком? За какой его поступок? Да. Когда я вообще не захотел бы быть рядом с ним? Да. Я не думаю, что есть такое. Всегда можно прийти к какому-то пониманию и какому-то выводу, к каким-то решениям, когда можно все исправить. Нет неисправимых вещей в мире. То есть даже предательство там, ну не знаю что. Ничего. Ничего абсолютно. Все исправимо. В сокращении дистанции… Как сказано, что даже ангел смерти будет ангелом жизни, вечной жизни. В сокращении дистанции между людьми состоит исправление общества. О какой дистанции вы говорите? Я говорю о понимании, общем понимании цели творения, цели развития. Что или кто должно заполнить пространство между нами? Любовь. Как и у каждого человека, у вас наверняка есть люди, ученики, близкие и дальние. По каким параметрам вы разделяете людей на близких и дальних к вам? По преданности. Не только мне, но главное – цели. В Кабале говорится, что все люди должны стать единым целым. Означает ли это, что не будет вообще дистанции между людьми? Не будет. Хотя они будут все очень разные. А дистанции не будет. Поможет ли социальное дистанционирование сдержать распространение коронавируса? Нет. Коронавирус, он уберется, как и все прочие проблемы, которые еще придут за ним. Только если люди начнут с сердцами сближаться друг с другом. Кабалисты умеют измерять дистанцию? Да, но это очень сложная техника. Потому что они измеряют дистанцию не только между эгоизмами, но и между альтруизмами. То есть они в общем измеряют дистанцию между душами. А чем это расстояние измеряется? Оно измеряется в кабалистических единицах. Сколько личного пространства нужно человеку? Физически в двух метрах или по времени? В физических пространствах я не знаю, как сказать. Я думаю, что в итоге нашего исправления мы придем к состоянию, когда мы не нуждаемся ни в каком пространстве между нами. И будем жить вместе, как один человек в одном сердце. При объединении важно соблюдать личное пространство. Или мы его аннулируем, растворяясь друг в друге, или поднимаемся над ним, и каждый остается при своем? Нет. При объединении мы объединяемся, и нас объединяет сила Творца общая, которая заполняет нас, наполняет нас, объемлет нас. Ну, в принципе, это все вопросы. Ну, удачи вам в этом курсе. Да, мы закончили этот курс. Коммуникативные навыки. Естественно, что каждая такая тема, это несколько уроков. Ну, я думаю, что будет интересно. Удачи. Спасибо вам большое и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин